Приветствую вас. Вы знаете, так я себе и представляю, как вы выбираете мужчину для семьи, для отношений, смотрите на мужчин и думаете, так, этот мне подходит, этот мне не подходит, этот меня устраивает, этот меня не устраивает, к этому у меня есть чувства, а к этому чувства у меня нет. Согласитесь, несколько странная получается ситуация, согласитесь, несколько странная постановка вопросов, ибо мужчина не вещь, не товар, и вы не вещь, и вы не товар. И когда говорят выбирать, мне кажется, это подсознательное принижение человека, принижение его по гендерному признаку, принижение его по общечеловеческому признаку. Вот. То есть понятно, что именно женщина выбирает мужчину. С этим я упорить не хочу, это так. Но, когда говорят, что женщина выбирает, имеют в виду от них не то, что она выбирает мужчину, а когда говорят, что выбирает, имеется в виду, что женщина видит, что мужчина проявляет к ней интерес, делает выбор в его пользу. То есть она решает, к примеру, довериться ему, сблизиться с ним и так далее. Но вот здесь кроется, на мой взгляд, самая серьезная проблема. Дело в том, что когда постановка вопросов является такой, как у вас, то есть вы говорите, что как мне выбрать мужчину, когда постановка вопросов является такой, то это означает, что вы мужчину очень долго можете не выбирать, вы можете его вообще не выбрать за всю свою жизнь, а можете выбрать мужчину, ну, скажем, один раз, да, или несколько раз, и очень долго за свой выбор держаться, как бы отвечая за него, да, как бы отвечая за свой выбор, за свое решение. И мне не кажется это правильным, потому что нельзя выбирать кого-то навсегда. Нельзя испытывать чувства с кому-то, с какие-то, вот знаете, заведомо заранее определенные что-ли, потому что чувства меняются. У Высоцкого есть строки, где он пишет, что не заставляй меня говорить, буду любить, потому что буду любить означает успокоение, буду любить означает сомнения, ну, сомнения в том, что буду любить. И буду любить означает, ну, как какую-то, знаете, неуверенность в себе что-ли, вот. И мне кажется, мне кажется, что здесь Высоцкий прав, потому что действительно нельзя так. Поэтому выбирать человека не нужно. От слова вообще. Нужно идти по жизни, нужно идти по своему пути жизненному, который есть у Вас, к примеру. Нужно двигаться по этому пути. И все. Если будет мужчина какой-то, если он встретится Вам, то хорошо. Попробуйте с ним сблизиться, сблизиться. Попробуйте с ним как-то повзаимодействовать. Получится? Да хорошо, не получится. Ну и ладно. То есть и расчет, и чувства, они, в принципе, по сути, это плохо. Потому что, когда расчет, это излишняя холодность, излишняя расчетливость в отношениях, что отношения, в принципе, губят. Когда отношения на чувствах, это излишняя эмоциональность, импульсивность, нестабильность в отношениях. Я думаю, что неплохо, если Вы свои чувства, которые есть у Вас, будете выражать, вот именно выражать, прямо. Будет неплохо, если Вы свои чувства будете выражать для себя, в первую очередь. И то, для чего Вам отношения нужны, реализовывать самостоятельно. Поэтому, в таком случае, мужчина Вам будет нужен не для отношений, не для змеи, а просто, просто как мужчина. Нельзя мужчин воспринимать как товар, как субъекты услуг. Мужчин нужно и можно воспринимать как людей. Это люди, это личности, это существа, которые чего-то хотят, чему-то идут, о чем-то беспокоятся, о чем-то волнуются. Если когда-то Вам на пути встретится человек, которого Вы захотите не просто сделать счастливым, а в личностном росте и развитии, которого Вы будете заинтересованы, в котором Вам будет что-то общее, общий фундамент, общее поле взаимодействия, то вот это вот и будет Ваша машина. Для этого нужно самостоятельно найти такое поле взаимодействия, где Вы могли бы что-то сделать, где Вы могли бы чем-то заняться, где Вы могли бы как-то себя реализовать, где Вы могли бы создавать, созидать, творить. И пусть Вы думаете, что эти слова звучат слишком красиво. Тем не менее, тем не менее, если Вы действительно хотите построить серьезные отношения, если Вы действительно хотите построить гармоничные отношения, то нужно действовать именно так. Я видел, у Вас вопрос был про характер. А Вы знаете, по моему мнению, по моему мнению, характер это набор привычек, которые человек использует в тех или иных ситуациях. Ну, например, привык человек, допустим, впиливанный, по поводу, без поводу. И вот такого человека обычно говорят, что вот у него впильчивый характер. Ну, у него-то может быть и впильчивый характер, но есть моменты, когда впиливать нужно, а есть моменты, когда впиливать не нужно. Человек с характером поступает одним образом в разных ситуациях, одинаковым образом в разных ситуациях. Это человек с характером. И нет плохих и хороших характеров. Есть характеры, которые вредят носителю характера и окружающим его. Есть те, которые не вредят. Все. Если Вы считаете, что характер Вам вредит, то Вам его нужно менять. Как? Просто вести себя гибко. У гибкого человека с гибким поведением. Характера нет. Другая позиция определения характера заключается в том, что характер это отношение к себе, к окружающим и к труду. Характер это отношение к себе, к близким, ко всем остальным и к труду. И вот хороший характер, условно в кавычках, это характер, который во всех элементах содержит знак плюс. То есть я хорошо отношусь к себе, я хорошо отношусь к близким, я хорошо отношусь к окружающим и я хорошо отношусь к труду. Если где-то стоит минус, характер плохой. В том смысле, что он вредит человеку. Минус нужно менять на плюс. Ваша мама, которая говорила Вам, чтобы Вы не умничали и так далее. По сути, озолочила в Вас сценарий без ума. Без разума. По-моему, называется без разума. Сценарий. Жизненный. Можете почитать о нем в интернете, если хотите. Но суть его сводится к тому, что человек живет не своей головой. И самое главное, что он боится жить так и своей головой. Однажды, когда-то в детстве, Вы решили жить без разума. Однажды, когда-то в детстве, Вы решили не думать. Теперь от этого страдают. Если провести определенную работу, если приучить Вас, к примеру, владеть законами логики, допустим, или собственной логикой. Если научить Вас конструктивной, здоровой критики. То есть, это по сути, вот, что думать, 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 думать. Если Вы сами займетесь своим личностным ростом. То есть, будете обладевать определенной философией жизненной. Основу которой можете почерпнуть у признанных философов. То я полагаю, сценарий Вы выйдете. Но это работа. Это работа. Потому что осознать, что Вы в сценарии, именно в сценарии находитесь, мало. Здесь не уступает все тот же характер, в виде привычек, которые говорит Вам в лице мамы и голосу мамы. Здесь Вы, как всегда, не высовывайся. Будь как все. А если человек не может быть как все? Голосу на это плевать. Кстати, неплохо было бы задать вопрос своей маме. А почему она не хотела, чтобы Вы умничали? Почему? Ну, наверное, потому что боялась, что Вы будете лучше ее. А может быть, потому что беспокоилась она, к примеру. Не хотела, к примеру, чтобы Вам было плохо, к примеру. Но только ее плохо, и ваше плохо. Это абсолютно разные миры. Между этими мирами нужно выставить градус. С дверью, которую Вы можете ненадолго открывать. У Вас, я уверен, нет этой грани, и нет двери. Есть стена, которая либо выстраивается в глухой забор, либо разрушается до основания. И то, и то, равно как и поиск отношений с мужчинами. Плохо. И то, и то, равно как и ориендация на чувства и на разум в отношениях. Крайне деструктивно. Мир состоит из полимеров. И лучше бывал. Это понятно. Чем быстрее Вы поймете, чем быстрее Вы отойдете от своей текущей позиции, чем быстрее Вы станете успешнее, и тем быстрее Вы найдете свое счастье. Жизнь, она не бесконечна. Поэтому цените, цените то, что у Вас есть. На этом все. Я надеюсь, что помог Вам. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если Вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю Вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует...